На данный момент эпидемия гриппа охвачена вся Ивановская область. На прошлой неделе за медицинской помощью обратились более 10 тысяч заболевших. Это ровно в два раза больше, чем недели ранее. В целом эпид-порог превышен почти на 50%. Со вторника во всех больницах вводятся карантинные мероприятия. Посещение пациентов будет ограничено. Я прошу жителей области отнестись с пониманием, то есть не рваться на посещение больницы, потому что мы вынуждены это делать для того, чтобы оградить пациентов в лежащих больницах. Иногда даже без клинических проявлений человек вирусоноситель может быть источником заражения других людей, особенно ослаблен. Будет ограничено и проведение массовых мероприятий. Медики предупреждают – грипп – болезнь очень опасная и коварная. Развивается стремительно. К примеру, утром человек может быть инфицирован, а уже к вечеру у него значительно ухудшится самочувствие. Главная опасность гриппа – в осложнениях, которые он вызывает. В чем тяжесть этого заболевания? Прежде всего, само по себе оно дает тяжелое поражение. Центральной нервной системы, дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы. Может развиться тяжелое поражение свертывающей системы крови. Кроме того, грипп дает тяжелые очень осложнения со стороны дыхательной системы. Это тяжелая пневмония, которая сейчас является, пожалуй, главной причиной смерти. В области уже зафиксировано несколько смертей от гриппа. Медики предупреждают, как только вы отметили у себя следующие симптомы, а это высокая температура, 39-40 градусов, а зноб, сильная головная боль, сразу обращаться к врачу. И никакого самолечения. Грипп передается воздушно-капельным путем. Это знают все. Поэтому вот такая масочка в местах массового скопления народа будет совсем не лишней. Однако специалисты утверждают, что одной только этой меры недостаточно. Все дело в том, что грипп передается контактным способом. Одного прикосновения к дверной ручке. Или простого рукопожатия. Здравствуйте. Достаточно, чтобы вирус оказался у вас на руках. Ну а дальше проникнет он в организм или нет, это вопрос времени. Поэтому специалисты, помимо использования масок, еще и рекомендуют как можно чаще мыть руки. Рекомендовано также принимать иммуномодулирующие препараты, но только после консультации с врачом. Хорошая новость для тех, кто делал прививки осенью. Вакцина полностью соответствует тем штаммам вируса, которые сейчас циркулируют. Со вторника в Иванове будут закрыты на карантин все школы. И муниципальные, и частные. Как минимум на неделю. Распоряжение не касается детских садов. В учреждениях дошкольных занятий будут проводиться в обычном режиме. Будут только приняты меры по своевременному выявлению заболевших детей. Будет организовано проведение утренних фильтров, измерение температуры у всех детей. И дети с признаками заболевания в группу допускаться не будут. Руководство Департамента здравоохранения просит с пониманием отнестись к тому, что при вызове врача на дом тот придет не сразу. Количество больных увеличилось значительно. А вот численность медперсонала поликлиник осталась прежним. Сергей Веселов, Антон Осипов. Программа «Губерния». Продолжение следует... Продолжение следует...